Привет! Или здорово, как тебе больше нравится? На канале Волос Фромк, то есть на моём. И по просьбе одного своего замечательного подписчика, зрителя, агента-соучастника, хочу рассказать о том, как я ходил на собеседование Леруа Мерлин. Ходил я буквально вчера, в субботу, сегодня у нас воскресенье, ну и агент-соучастник попросил меня максимально подробно, досконально, со всеми подробностями, всё рассказать, что, как, какие вопросы задавались, ещё что-то. Ну, в любом случае, если вы будете участвовать где-то в каких-то собеседованиях, Леруа Мерлин всё-таки иностранная, французская компания, более ста лет уже существует на рынке, это вчера узнал я из собеседования. Вот, вам будет интересно, как пройти туда-сюда. Также, кстати, есть у меня опыт прохождения собеседований в компанию Филипп Моррис, меня даже взяли туда, я смотрел в интернете, даже есть форумы, как устроиться на работу Филипп Моррис, вот, тут так уж раскоснулся, хочу сказать, что Филипп Моррис можно устроиться на работу только на самую нижнюю должность, не помню, как он называется, в общем, чувака, который ездит на машине и вот сигареты непосредственно развозит по точкам. Вот, я устроился, прошёл, по-моему, четыре было этапа собеседования, то есть было собеседование с человеком, который устраивает тебя на работу, потом было тестирование, вот, потом после тестирования было собеседование в офисе Филипп Моррис, потом была деловая игра с конкурентами, это уже четвёртая, и потом пятое итоговое собеседование после деловой игры, где приезжало руководство региональное, то есть пять собеседований Филипп Моррис я прошёл, меня взяли на работу, но предложили работу немножко не в моём городе, и я отказался, хотя работа была действительно, ну, как бы стоящая, вот, по крайней мере, по деньгам. Не знаю, не работал, по условиям не скажу. Ну ладно, извиняюсь, что отвлёкся, сейчас же Леруа Мерлен. Вот, подавал я заявку на руководителя секции или сектора, вот, этот человек второй после директора, то есть есть директор магазинов, магазин 10 тысяч квадратных метров, ну, Леруа Мерлен, обычно все знают, здоровый большой магазин, вот, у него есть директор, который назначается уже из проверенных, скажем так, людей, потому что вот наш директор в нашем городе Ижевске, этот молодой довольно-таки человек, я не знаю, на внешность, ну, не больше 30, вот точно, а то и все 25, вот, он сам из Челябинска, сам работал и в Челябинске, сейчас работает в набережных Челнах, более трёх лет в компании, то есть, ну, в разных городах ему уже довелось поработать, пожить, вот, и я участвовал в конкурсе на руководителя сектора, по-моему, как-то так, я не помню сейчас, как называется, но, в общем, руководитель сектора, смысл какой, у директора есть несколько руководителей секторов, у каждого руководителя сектора в подчинении уже менеджеры, вот, а у менеджеров, насколько знаю, либо ещё какое-то среднее звено есть между менеджером и обычными продавцами, либо уже в подчинении у менеджера уже там различные продавцы, то есть, каждый менеджер отвечает за свою товарную категорию, там, либо за территориально как-то в магазине делится, это я сказать не могу, я знаю, что я вот шёл на человека, который непосредственно после директора идёт в этой пирамиде управления. Вот, сначала у меня было собеседование по скайпу со специалистом по подбору персонала из набережных Челнов, ну, то есть, уже из существующего открытого магазина Леруа Мерлен, вот, я его прошёл, а там были стандартные вопросы, ну, как везде на собеседованиях, я рассказывал о себе, по моему резюме, что, где, как, какой опыт, особо не копались, честно говоря, в предыдущих местах работы, там были какие-то более-менее стандартные вопросы, я пробежался, где учился, семейное положение, был, конечно, вопрос по мотивации, ну, мотивации касаться не буду, мало ли, вдруг, коммерческая тайна, там, или ещё что-то такое, ну, мотивация неплохая, больше, чем сейчас у меня, вот, ну, в принципе, вот, ну, нормально, нормально мотивация, не сказать, что какие-то заоблачные цифры, если честно, как бы я рассчитывал на большее, но всегда человек хочет больше, получает то, что есть. Ну, вот, поеду сейчас я в огород, за картофелем, за помидорами, вот, особо сильно не копались в причинах, почему, кстати, не было вопроса, почему оттуда ушёл, почему отсюда ушёл, этих вопросов не было, вот, в основном, вопросы были про должностные обязанности, чем занимались, сколько людей было в подчинении, круг задач, и были такие вот интересные вопросы, это игровые ситуации, то есть, мне предложили, что вот, к примеру, сейчас попытаюсь дословно сказать, что вот заканчивается, грубо говоря, месяц, там осталось совсем-совсем чуть-чуть, и выполнение плана 80%, то есть, ну, западает выполнение плана, какие действия я приприму в первую очередь, что буду делать, ну, и там, соответственно, я уже рассказывал, я рассказывал подробно, ну, если вкратце, то расскажу, что, конечно же, я работал в нескольких направлениях, во-первых, я работал с ассортиментом, ну, сказал, что необходимо работать с ассортиментом, посмотреть по ассортименту, непосредственно, ну, разделяй и властвуй, то есть, посмотреть в зависимости от того, в подчинении у меня какой отдел находится, разложить по какому ассортименту идет выполнение плана, по какому не идет выполнение плана, то есть, выявить тот участок, на котором мы не дотягиваем, вот, и потом уже работать с персоналом, непосредственно разделить персонал, поставить план на каждый день у каждого человека, понять, кто отстает, с ними отдельно поработать, ну, там много нюансов, я довольно долго там рассказывал, мой ответ удовлетворил, девушку, которая занимается подбором, и уже непосредственно на этом собеседовании я сказал, что я вас, да, приглашаю на итоговое, не на итоговое, на деловую игру, на собеседование, это было примерно за неделю, то есть, через неделю должна была быть эта игра, игра, грубо говоря, в пятницу я прошел собеседование по скайпу, в следующую субботу деловая игра, в такое-то время, все отлично, я сказал, что приду, ну, теперь непосредственно к собеседованию, которое было вчера, вчера без 10-10 местного времени, я подъехал там в один отель, в центре города, и там непосредственно в конференц-зале было собеседование. Мы собрались, 15 человек, нас было 15 человек на сундук мертвеца, льохо-хо и бутылка рома, вот, непосредственно от Леруа Мерлен было 3 человека, то есть, это вот специалист по подбору персонала, которая у меня проводила скайп-собеседование, это руководитель службы подбора персонала по городу Набережной Челны, ну, и, соответственно, получается, как-то и по изжевску девушка тоже. Так, вкратце расскажу, руководитель, специалист по подбору персонала работает уже 3 года там, они представлялись, рассказывали, кто сколько работает, ну, вообще, как бы, о компании, о корпоративной культуре, вот, то есть, и когда ты видишь, что человек работает 3 года, и сделал карьеру, ну, это тоже о многом говорит, вот, то есть, специалист по подбору персонала 3,5, по-моему, года работала, девушка, которая, руководитель службы персонала по городу Челна, она недавно стала этим руководителем, она до этого была руководителем сектора, по-моему, вот, какого-то там, а начинала с обычного менеджера, чуть ли не с обычного продавца начинала, то есть, она пошла продавец, потом менеджер, потом вот руководитель сектора, и от того, что у нее на секторе так Хорошо росли люди, повышались Набирались знаний, умений Ее сделали руководителем Службы персонала Она тоже там Довольно долго, я не помню То ли 3 года, то ли больше С открытия магазина в Набережных Челнах 4 человека от Леруа Мерлен Потом был Будущий директор магазина в Ижевске Молодой человек, которому лет 25-30 максимум Очень молодо выглядящий Молодой человек Но не сказать, что Он немного говорил Но говорил всегда с воодушевлением Ну такой нормальный молодой человек Но никак не директор Которого представили, что магазин 10 тысяч метров площадь Такой там дядька сидеть будет Как сразу представлялось Нет же, нет Зубастый такой, знаете Палец в рот не клади Акула бизнеса Нет вообще, очень такой Простой, внушающий доверие Молодой человек И это, знаете, о чем говорить? О том, что очень четко отлажены бизнес-процессы Что когда человек на своем месте Ему не надо быть зубастым, злым Там что-то крутить, вертеть, еще что-то Ему надо не мешать людям работать Но это мое мнение, если честно Я не знаю Не работал ни с кем из них Поэтому, на самом деле, не знаю Но все они были очень доброжелательные Веселые, но в рамках приличия, конечно же Прямо душевно было Действительно, было очень душевно Вот И девушка была, ну женщина, можно сказать так Специалист региональных проектов по персоналу То есть, я так понимаю Она 8 лет уже работает в Леруа Мерлен У нее там сын где-то во Владимире учится Ну, в общем, так она Она говорит, я как военный То есть, по сути, уже с Леруа Мерлен Работала в каких-то городах, не работала Вот, 8 лет человек работает За 8 лет сделала карьеру в Леруа Мерлен Ну и тоже была очень доброжелательная Но она была у них как главная Насколько я понял Вот Значит, дальше Началось все с того, что Каждый из представителей Леруа Мерлен У нас всех были бэджиками Имя, фамилия Все мы расселись на свои места Вот, каждый из представителей Леруа Мерлен Немножко рассказал о себе Познакомился с нами Сказал, сколько работает Ну, вот все, что я вам, в принципе, рассказал Рассказали о регламенте О том, что у нас будет Нам сказали до часу Но у нас даже в 12.50 сказали закончен Потому что началось все в 10 часов утра Но на самом деле мы закончили в 2 часа дня То есть у нас, ну, 3-4 часа ушло на все это мероприятие Ну, и первым шло представление Каждый должен был сделать небольшую самопрезентацию Нас попросили уложиться в 2 минуты каждого Но, конечно же, по факту никого не останавливали И мы, я думаю, что мы гораздо дольше все рассказывали Потому что даже если 15 человек на 2 минуты Это получается полчаса А мы час как минимум Вот час точно самопрезентация у нас была Вот Сразу хочу рассказать Ну, раз уж я подробно о всем рассказываю Из этих 15 человек Можно сказать, презентую, да Тех людей, с которыми мне пришлось Участвовать вот в этом вот Отборочной деловой игре Из этих 15 человек Так, насколько я буду вспоминать Первая, там она прямо была самая активная Все время вызывалась Все время я-я-я-я-я-я Ну, знаете, такие бывают довольно веселые люди У меня самого вот в таких вот вещах Я часто бываю капитаном, докладчиком Там еще каким-то таким У меня самого есть вот это вот Стремление все время выразить себя Но, если честно Я понимаю прекрасно, что Не всегда, не на всех Собеседованиях, групповых играх Это ценится Если действительно грамотные специалисты По подбору Они часто видят, что человек действительно Проявляет инициативу Как бы это здорово, все классно Но я считаю, что гораздо важнее Это видеть, кто действительно является Генератором идей Кто действительно является основным Администратором И неформальным лидером в коллективе И это не обязательно тот Кто больше всех кричит И лезет выступать первым Но это лично мое мнение Я не знаю, как они оценят По крайней мере Филипп Моррис, когда я проходил У нас была подобная деловая игра Вот И выбрали в итоге Двоих Выбрали меня Я и человека Которому я делегировал Выступление общее То есть мы тоже группой Вишали одну задачу И потом я говорю Вот ты у нас будешь докладчиком И они выбрали именно его И меня И потом, когда проходило Итоговое собеседование Его собеседовали и меня Самое-самое итоговое Пятый этап собеседования Вот Они как раз сказали Что ну вот он же вроде как был Я говорю, ну вы наверное заметили Что именно я Назначил его в нашей команде Человеком, который будет презентовать Вот То есть я считал, что Рулю процессом Они же Увидев, что именно он стал докладчиком Тоже это оценили И как-то Ну поэтому вот смотрите сами Это я говорю про Филипп Моррис Как было в Леруа Мерлен Что оценивали Сказать не могу Потому что обратной связи еще не было Обратная связь будет В течение двух рабочих дней То есть до среды Ну так вот Давайте дальше Вот Ну она Вот эта девушка Которая я-я-я Она где-то там В продажах работает Там Особо не говорили Конечно Кто где работает Но В принципе Можно было понять Она Из ее рассказов Было понятно Что она работает Где-то в опте В оптовых продажах В управлении продажами Может быть На позиции Какого-то управляющего Территориального Может еще что-то Вот в этом роде Так почти приехал Остановлюсь Немножко Поразговаривать с вами Вот Дальше там Был еще Одна тоже была Девушка Ну там все девушки Женщины Скажем так Вот Возраст был Средний Где-то Двадцати восьми И наверное До тридцати Пяти Может быть Сорока Пяти лет Там особенно Как сказать Были некоторые Сорока Пяти лет Ну вот Всего было Пятнадцать человек Давайте даже Загибать пальцы Буду Потом Была девушка Ну женщина Руководила Ну и руководит Продолжает руководить Магазинами Гипермаркетами Все знают эти магазины Открывала в разных городах Где только не жила А руководила Магазинами Центральными Тоже открывала Там и в Сочи была Там и в Питере И где только не была Ну Действительно Очень большой опыт Но сейчас Если отработать На гиперами Руководит Это тоже Ну это круто Вот Была Еще тоже Девушка Руководит Третьяне Ресторанами Ну сеткой ресторанной Да Там тоже Она всем занимается От набора персонала Заканчивая Управлением Продажами То есть тоже Как бы очень Такой достойный Опыт Был молодой человек Он руководит Магазинами Я Ребят Если что Мало ли кто-то был Там Или мало ли Из Леруа Мерлен Кто-то будет смотреть Это все Я надеюсь Что это все Не коммерческая информация За что купил То и продаю Не хочу Никого Не знаю Обидеть Какими-то словами Ну просто Вот делюсь Да Просто хочу Распоказать Уровень людей С которыми Если что Вам придется Конкурировать Был молодой человек Который вот Руководит Салонами То есть он И в Ижевске Руководил Разными магазинами Потом Сейчас В Чайбинске Он живет Тоже управляет Он как кризис менеджер То есть его На такие вот Отстающие салоны Кидают И он их прокачивает Это очень Очень тоже Хороший уровень Причем Молодой человек Ну прям молодой Тоже Я не знаю Лет 25 Наверное ему Выглядит молодо По крайней мере Был Более такой пожилой мужчина Лет Ну под 40 Наверное ему Он Работает в Казани Тоже видимо Управляющим Каким-то Может быть не весь Магазин Как бы он управляет Может быть уговоритель Какой-то секции Или какого-то сектора Да Но ясно Видно что и необычным Продавцом Вот Был еще тоже мужчина Он вообще Не работает Руководит Какими-то проектами То есть сам местный Но руководит проектами Блин ребят Я надеюсь Что никого не подведу А то блин Люди скажут потом Что И не думал увольняться Ничего Ладно Ладно Может быть вырежу Какие-то моменты Где кто В каком городе Но чувак Живет вообще Чуть ли не в другом государстве Руководит там Управляет Какими-то проектами Развивает Да Соответственно Ну тоже Очень высокого уровня Специалист Я знаете Я скорее всего Запикаю Название Магазинов Название Этих Сеток Которые Чтобы Чтобы не было понятно Кто откуда Вот Уже значит Семь Потом был человек Который В сотовом ритейле Руководил Множеством салонов То есть Это не просто менеджер Который управляет Там одним каким-то салоном А я так понял Он управлял Прямо городами Вот Я тут недавно Тоже общался С людьми Из сотовых Из управления Которые тоже управляли Сотовыми операторами Ну Ритейлерами Это круто Это круто То есть Ну у нас по сути Три Билайн МТС Мегафон Вот Он как раз Работает в одном Работал По крайней мере В одном из них Управлял буквально Вот Пачкой салонов В разных регионах Даже за рубежом Бывал Ну то есть Это тоже Очень и очень круто Ну такой говорю Весь на пафосе был С такой улыбочкой Ну и видно было Что привык быть руководителем Потом был мужик Который руководил Двумя конкурирующими сетками То Работы Ну Вот где я сейчас работаю Этот чувак Руководил Двумя конкурентами У одной сетки Он сначала был руководителем Там Много магазинов По нашей республике Он был прямо Самым главным В этой сетке Вот И у другой Потом перешел Конкурентам И у них Он развивал сеть Они заходили в город Заходили в регион Очень сильно Он развил То есть Тоже был самым главным В этом регионе Я общался Я общался с той Женщиной Которая сейчас Там руководитель Да Ну она конечно На мой взгляд Гораздо посильнее Чем этот мужик будет Хотя видно Что мужик Он руководитель Руководитель Ну потом В процессе общения В деловых играх Я видел его Стиль поведения Да Но вот честно говоря Та женщина Которая сейчас Там руководит Она Съела бы этого мужика По моему С потрохами Вот Так Надеюсь Никого не забыл И было еще Вот Это со мной десятка И еще примерно Пять человек Пять девушек И женщин Было Это были специалисты По подбору персонала Были руководители HR Департаментов Надеюсь правильно HR Может быть так правильнее Да Вот Было наверное Человека 2-3 Это руководители HR Департаментов Тоже они там Кто-то 8 лет работал На своем там заводе Не заводе На предприятии Кто-то там Еще То есть все работали Ну такие Долго И пара по моему Специалистов У одной Даже я В свое время Меня набрала на работу В одну контору В которой я проработал год Вот И вот Непосредственно Она Меня принимала на работу И тот же Участвовала в этом собеседовании То есть вот Такой был набор Такая соляночка 15 человек Все реально Были очень высокого уровня То есть конкуренция Там будь здоров Если что Сложно соревноваться Ну и теперь Перейдем дальше Вот была такая Это все я узнал Из самопрезентации То есть каждый Там в 2-3 минуты Пытался уложиться Рассказывать Ну я в принципе Рассказал Что я женат Про свой опыт Что и был у меня Опыт в продажах Был в управлении Продажами В персонале И сейчас Чем я занимаюсь Об этом я всем Кратенько рассказал И еще каждый Задавал вопрос По поводу Ну там Рассказываешь о себе А потом сосед справа Должен был задать тебе Два каких-либо вопроса Задавали в основном Вопросы по книгам По спорту Ну и просто Ну там что на вопросы Ответить не сложно Вот И все в основном Делывали акцент на то Что все такие Занимаются спортом Спортсмены Спортсмены Здоровый образ жизни Вот Все читают книги Конечно же Конечно же Конечно же Поэтому ребят Если что готовьтесь К книгам Насчет книг Готовьтесь Насчет спорта Вот Ну так вот После Самопрезентации Мы разбились На две команды По 8 и 7 человек У нас было Два таких кружка Вот И нам Раздали листочки Каждому Дают Там 2-3 листочка С цифрами Это вроде как И Вопросы И То что дано Что там было На этих листочках Там были фразы К примеру У меня Любимый Цвет Увлекающегося Бадминтоном Синий Это была Одна фраза И вторая фраза Во дворце Четыре этажа Вот Все И у каждого Было там По 2 У некоторых По 3 листочка В другой команде Такие же листочки Были также Розданы всем Роли никому Не назначались Был Флип Флипчат По-моему Или как он Ну в общем Бумага такая Да Ну сами знаете Здоровый блокнот На который можно Маркером писать Всякие пометки делать И все такое Вот Нам нужно было По-моему За 8 минут Или за 10 минут Сейчас не помню Может быть за 15 Все вместе объединиться Друг другу Листочки не показывать Но можно читать И можно пользоваться Тут этим флипчатом Понять Что от нас хотят И найти ответ На этот вопрос Благодаря всем этим Листочкам Вот Ну Чик-чик-чик Время пошло Мы Приступили к работе Смысл был какой У всех на листочках Были какие-то данные Например Любитель оранжевого цвета Или Тот кто любит Ребрышки Любимый цвет Оранжевый Или что-нибудь такое Король Не поднимается Выше Первого этажа Или Например Дочь Я прямо По воспоминаниям Все что помню Все говорю Как вы и просили Максимально подробно Максимально правильно Ну и максимально точно Например Жена и дочь Живут на соседних этажах Или например Как он Как он Астроном Любит студень Вот Или еще например Сын Живет на последнем этаже В общем Смысл какой Есть Елисейский дворец И нужно Определить Семья в нем живет Нужно определить Сколько членов семьи То есть кто из них кто Кто живет на каком этаже То есть там царь Ну я расскажу Что в итоге получилось у нас Царь на первом этаже Жена на втором Дочь на третьем И сын на четвертом Кто чем увлекается Ну кто там бадминтоном Здравствуйте Кто там чем увлекается Кто там бадминтоном Кто чем Кто астрономик Кто разводит рыбок Вот У кого какой любимый цвет И у кого какое Любимое Кушанье Еда какая У кого любимое И нужно было Вот это все За Десять минут Нам всем решить Организоваться Все это дело Спланировать Слип чат Вот это взять Там написать Я короче взял маркер Я говорю Чуваки давайте все писать По очереди Первое Второе Третье Четвертое Чтоб все данные Были здесь Я привык так работать Я собираю все данные Консолидирую Решаю Выдаю Я сначала предложил Там одной женщине Говорю Вот давайте Вы будете у нас Консолидировать То есть мы будем читать Все А вы запоминайте И какую-то общую кашу Из этого варите Каждый там пытался Своё что-то сделать Чувак там Всё своё навязывал Тётка одна Вот которая меня на работу Брала там Что-то тоже Всё давайте Таблицу Там ещё что-то Короче каждый Немножко пытался На себя одеяло тянуть Но в целом Как-то более-менее Получилось Наверное На меня конечно Все они в обиде остались Потому что я захватил маркер Я взял Чип-чип Клипчат В общем я не помню Как называется эта хрень Большой блокнот Тупорылое какое-то Название Может быть я тупорылый Вот Стал записывать Это 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 И вот они постоянно Меня перебивали И причём перебивали Именно С предложением Что-то по-другому сделать Давайте запишем Потом делайте Как хотите Вот давайте таблицу Ладно Я составил таблицу Типа вот Кто есть у нас Что нам нужно найти Вот потом это Вот потом это Короче Вот это самое стрёмное Что вот все Вот каждый в разнобой И знаете Конечно же Там самое это важно Не прийти к какому-то этому Но это очень важно Что команда Вы все собрались Вы все в хлоп-хлоп И решили Да Это очень важно Так вот собраться и решить Но больше всего Конечно же Конечно же Я понимал Что вот Представители Леруа Мерлен Больше смотрят на то Как каждый из нас Себя ведёт Как каждый Накидывает идеи Что каждый Предлагает Что каждый Делает Там Это вот самое Это было главное Ну короче Мы ни шатка Ни валка Всё это дело Пробарахтались Половину вопросов Мы ответили Половину мы Не ответили Если честно Написали так Уже наугад Презентовал я Раз уж я всё это писал Я писал Крайне непонятно То есть чужой человек По моим записям Точно бы не разобрался Вот И вроде как Буду я презентовать Ну я презентовал Другая команда презентовала Они тоже не разобрались до конца Они решили Что нет правильного варианта Ответа Хотя на самом деле Правильный вариант Как оказалось был Мы тоже не разобрались до конца Потому что там Уравнение с четырьмя неизвестными Вот Это довольно сложное уравнение Нужно было По сути вообще Выявить какая Из этих неизвестных Что Да А вот сейчас я вспоминаю Надо было прямо там Составить уравнение То есть король Это например Ну А Там Жена Б С Д Е И потом вот ещё Всякие рыбки Нерыбки Ну всё вот это вот такое Можно было написать В качестве уравнения И всё решить Ну ладно Это задачка Поищите Елисейский дворец называется В Елисейском дворце Они все живут Ну так вот Сделали мы презентацию То есть я как бы выступил С презентацией Сначала выступила Та группа с презентацией Они рассказали Что вот Елисейский дворец Живёт там Король Жена его Дочь и сын Король на первом этаже Жена на втором Дочь на третьем Сын на четвёртом Король разводит рыбок Любит Не помню Плов по-моему Жена Занимается астрономией Любит Студень Если я не ошибаюсь И цветающий У короля белый У жены зелёный У сына там Какой-то оранжевый Или синий У дочери Оранжевый Или синий Ну как-то вот В общем так Я сейчас не помню В принципе Это было не важно Это было не важно По сути Смотрели же конечно Не на это А на то Как распределяются роли Внутри вот этой Компашки Вашей весёленькой Вот После этой игры Нам сказали Что в принципе Да В принципе Не было никаких А после этой игры Мы все друг дружку оценивали То есть Сначала наша команда Оценивала Нас Как бы Нашу команду И По десятибалльной шкале И нужно было обосновать Почему Почему ты даёшься такой балл В основном Наши свои Наши оценивали Себя По Кто-то давал Девять баллов Кто-то давал Восемь баллов Один мужик Дал шесть баллов Я дал Восемь баллов Восемь баллов Потому что Мы не достигли Результата Мы не знали Точно Что Мы часть ответов Ответили А последнее Уже на бум Можно сказать Так просто Вроде вот так Там например Кто любит ребрышки И кто Любит Уху А там ребрышки и уха Было Были из еды То есть плов Студень Ребрышки и уха Плов точно любил Король Царица Королева Любила студень Вот И там одна девушка Сказала Типа Ну давайте Что уху любит Девушка Дочка Потому что Она девочка А сын короля Пусть любит Ребрышки Потому что Он мальчик Ну ладно Так 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 Вот так и записали Хотя по факту Оказалось наоборот Ну ладно Это все ерунда Потому что Как я уже сказал Нам вот эти Из Леруа Сказали что Только команда Леруа Смогла Вот эту игру Правильно Разгадать И узнать Кто что любит На самом деле А так Ни одна из команд Хотя многие были близки Не На их Скажем так Опыте Не разгадали Эту загадку Хотя решение есть Нам Решение озвучили Но я не помню Сейчас точное решение Ну то что Король на первом этаже Ну там это Практически Так и было Но чуть-чуть по другому Сейчас я не помню точно Потому что это было По сути не важно Вот Из нас каждый Высказал свое мнение Насколько оценивает Свою команду У нас в основном Высказали 8 8, 9 Кто-то сказал 7 Я сказал что тоже 7, 8 Потому что Я сказал вообще как 4 Я сказал 4 Потому что То насколько Ну как бы Типа сильная команда Ну потому что Действительно все были умные Такие мощные чуваки Да И чуихи И при нормальной сыгранности Если бы нормально Где-то потренировались То Мы бы Гораздо быстрее И эффективнее Достигли результата А при так Что все сбаламутили Раз 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 Ни у кого опыта не было Это очень слабо Но в целом При этих обстоятельствах Ну примерно на 0 На 8 очков Я оценил Потому что Мы результата Как такового Так и не достигли Потому что Не были уверены В конечном результате Но в принципе Играли В принципе К чему-то пришли Какую-то Систему выработали Те себя Другая команда Оценили Примерно на На 9 в основном Тоже только потому Что они не были Уверены В своем результате А так Они сказали Что прямо Мы такие молодцы Сразу все Хотя я думаю Примерно молодцы Все были одинаковые И они И мы После этого Был 15 минут Не перерыв Это было Примерно Без 15 Час Если я правильно Помню Или без 15 Два Ой Или без 15 Двенадцать По-моему все-таки Без 15 Час Не Не буду врать Я сейчас не помню Был 15 Минутный перерыв После которого Нас опять Объединили В две команды Но Видимо уже На основе Предыдущей игры Они прямо Сформировали Они сказали Вот этот Вот этот Вот этот Меня назвали Еще там кого-то Назвали В одну команду И Другие В другую команду Все Мы опять разделились На две команды Но теперь уже Задания были разные У той команды Задания были более Такие профессиональные У той команды Было задание В общем Отдел Не продает Все отделы Продают Работают нормально А вот Один отдел Какой-то Вот вшивенький Такой попался Завелся Что он Не продает Не выполняет Ничего И их Пути решения То есть Что они будут делать Чтобы отдел Блин Машины Там это Колонны Короче Движутся Чтобы отдел Начал продавать Вот Дается значит 20 минут На Накидывание Идей Нужно накидывать 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 Идей Потом 20 минут Нужно Обсуждать Идей То есть Выбирать Какая плохая Какая хорошая Спорить Вот это плохая Вот это Вот это Вот это Вот это И Так Опасный момент Немножечко Я только заодно Выехал Да Ну вот И потом 10 минут На презентацию На 10 минут На презентацию Идей У нас Тоже Был вот этот Большой блокнот Бумажный Маркеры Фломастеры Можно пользоваться Писать Рисовать Все что угодно У нас Был следующий Следующее задание У нас Такая Теоретически Сетка Большая Сетка Продуктовая Игровая Ну то есть Ассортимент Очень широкий Ну в принципе Примерно как Ну не ровер лент Примерно как у ленты Например Да То есть там Игрушки есть Там и продукты есть И материалы какие-то есть В общем Что попало Сеть Московская Во многих городах Страны Расположены Ее Филиалы Вот Более 200 человек Персонал Непосредственно В каждом магазине Этой сетки Ну вот такая вот Есть проблема Что Более 45% Увольняются В первый год Из низшего персонала То есть Очень большая Текучка кадров Прямо огромная Текучка кадров Обычных продавцов Более 45% Продавцов Увольняются В течение Первого года Большая Большая Текучка Вроде бы Мотивация Нормальная То есть Рыночная Не то чтобы Низкая зарплата У них Компенсации Материальные Социальные Все на должном уровне Но низкий Уровень Престижа Данной работы И очень Быстрая Текучка Что то нужно С этим сделать Вот Кстати Я так вот Задумался Обратил внимание У нашей команды У нас было Вот в этой В маленькой группе Меня был Я был Потом был Вот этот Ну такой Не пожилой Но лет 45 Ему да Мужик Который Управлял Двумя сетями Конкурентов Того места Работа Где я сейчас работаю Вот То есть У него в подчинении Было много магазинов Прямо сетки Магазинов Были у него в подчинении Вот И кроме него Были Раз Два Три Четыре Пять Пять девушек Ну и женщин Даже можно сказать так Из которых Четыре были Непосредственно По персоналу Они занимаются Подборами Управлением персонала Ну в своих Организациях Сейчас Это прям По их профилю Было задание Наше Вот Мы давай там Обсуждать Давай накидывать Но тут я взял Немножко другую Стратегию Я не стал Прямо тянуть Для себя сильно Дело Я стал слушать Я понимал Что в персонале Я разбираюсь Я разбираюсь Меньше Я лучше Послушаю Что скажут Другие Мне было Что сказать Я понимал Что людям Не интересно Работать Нужно как-то Их замотивировать Нужно как-то Их закрепить Адаптацию Но все-таки Я понимал Что здесь Вопрос касается Персонала Должны Рассказывать Все-таки Специалисты По персоналу А я уже Должен выхватывать У них Какие-то идеи А тот вот мужик Который управлял Он все так Он пытался тоже Управлять администрировать Он говорит Так Девочки То-то-то Делаем то Делаем то А в итоге Ну какую-то чушь Если честно Продвигал Он продвигал Какую-то чушь Мы стали почему-то Заниматься проблемами Ну Короче Мне не понравилось Как он вел Я прямо веселился И мне Постоянно хотелось Я постоянно Выдергивал их Возвращал к проблеме Они начинали обсуждать Какую-то вещь Эти Которые занимаются Персоналом Постоянно переходили На обсуждение Вопросов Персонала Как лучше Вот так или не так Я им говорю Нам нужно накидать Сейчас Давайте накидаем Давайте вот-вот-вот-вот Накидаем И будем уже Из этих Вот Накиданных Примеров Уже вытаскивать Вытаскивать Какую-то одну Которая будет лучшей Нет Они как-то Ну в итоге Более-менее Мне удалось Склонить их К тому Чтобы все Структурировать Ну фишка в чем Каждая вот из этих Девушек Которые занимаются Персоналом Каждая из них Что-то свое Предлагала А вот одна Сказала Интересную вещь Такую Где присутствует Я это дело Уловил Сказал Да Это действительно Интересная Шняга И прямо Стал продвигать Этим всем Вот геймификация Мы стали все туда Подделывать Одни там говорили Что это на стадии Подбора персонала Видимо не совсем верно идет То есть стадии Подбора и оценки Берут Кого попало Не оценивают Потом вот они Увольняются Я сказал Да Отлично Другая говорила По мотивации Типа нужно провести Анкетирование Там еще что-то А я Все это Говорил Что это все Нужно консолидировать В геймификацию Что можно выявлять И оценивать Исходя из какой-то Геймификации Как в танке Я в танке не играю Но смысл понимаю Что вот у всех звания У всех свои скиллы Они качают У тебя скил Например цель Это уровень зарплаты Все Ты качаешь свою зарплату Вот твоя основная цель Вот оценка персонала С того Что кому важно У другого цель Какая-то Профессиональный рост Повышение в должности В звании Да Получение звезд Потом это все Интеграция В социальные сети Что у каждого Свой статус Этот капитан Этот капитан второго ранга Этот третьего Этот адмирал Да Ну звезды Какие-то бонусы Корабли Может быть танки Более мощные какие-то То есть Всякие бонусы По работе У каждого Свой отряд Вот твой сектор Это твой отряд Танков Например Да Система Как она называется Да Наставничество Тоже мы это дело Обсуждали Что вот у них Может быть Они приходят Кинут Никому не нужны Нужно сдавать наставника Я говорю Что этого же наставника Можно через геймификацию Также давать Что вот начальник Там взвода Например Танков Его взвод Это его показатели И он должен вести Соответственно Чтобы новые танки В его Быстрее становились Более мощными Новые знания Новые там Бонусы какие-то Заработанные Еще То есть Все это можно Через игру сделать Мне очень понравилась Эта идея Геймификации Мне показалось Что именно За счет ее Можно втянуть Ну в итоге Мы когда вот Все это дело обсуждали На самом деле Очень непродуктивно Мы работали В этой команде Потому что Мы больше обсуждали Больше Они делились Друг с другом Опытом Чем мы Шли по конве Больше Вот этот Алексей Если не ошибаюсь Да Говорил Девочки так Вот это Девочки так Вот это Потом он говорит Типа девочки Вот давайте Вот ты и ты Пойдете докладывать Хотя он вызвал Докладывать Девушку Она была Умная Адекватная Интересная Но в плане докладчика Она не была Даже идея была не ее По геймификации Идея была у другой И потом они в итоге Вместе пошли Потому что Та попросила Говорит Вроде ты Твоя идея По геймификации Давай ты И они пошли вместе Короче Алексей пытался Администрировать Пытался тут вроде как Управлять Он тоже понимал Что оценивает На самом деле Не ту идею И не как мы даже Ее презентуем А то как мы работаем В команде То как кто умеет Слушать Вот И он пытался Прямо показать Что он здесь Администрирует Что он здесь Тыкает Я не знаю Насколько это Проканает Не проканает Но видно будет По обратной связи Я позадаю вопросы Когда будет Обратная связь Может быть На самом деле Стоило мне записать Этот видос Уже после Получения обратной связи Но Будет видно Давайте я тут На желтый На желтый На желтый На желтый Вот Короче После 40 минут Всего Вот этого Действия Пошли 10 минут Презентации Те презентовали Одна Вот эта у них Самая Вот эта вот Бойкая Да Вылезла Понятное дело Презентовала Все это дело Потом Другая вышла Высказала свое мнение Как бы она Дополнила Но по сути Это было Никак не дополнение А как то Что я вот Считаю Что это должно Выглядеть Вот так Сейчас давайте Поставлю Ну так вот В общем Презентацию Те Товарищи Провели Мы вроде как Могли задавать Вопросы Но понятное дело Что у нас особо Вопросов не было Потому что мы Не въезжали В их тему Я вот сейчас Только вспомнил Уже Что там у них Отдел не продавал Тогда все Поэтому вопросов От нас было мало В основном Вопросы были Непосредственно От представителей Леруа Мерлен И вопросы были Какого характера А у них Вообще Три Трое Выступало Вот этот чувак Это значит Первая выступала Дамочка Потом Выступала Другая дамочка Которая Вообще Чуть ли не свою теорию Там создала Рассказала Хотя вроде как Она входила В канву Ее основной Их основной темы И Третий чувак Еще там тоже Вышел Своё затер Вот То есть Ну видно было Что каждый хочет Как бы От себя еще Лепту какую-то внести Здравствуйте Здравствуйте Ну так вот Что я хотел вам сказать И потом От представителей Леруа Тоже были Вопросики В первую очередь Был вопрос такой Что А не было ли у вас Идеи каких-то Ну вообще Кардинальных То есть Ну вообще Закрыть отдел К чертям И все такое Садится батарейка Поэтому постараюсь Буду краток Вот Они сказали Что нет В принципе не было Ну и в принципе Надо было одну идею Вот хлоп собрать И донести В общем у нас Тоже докладывали Тоже какие-то Были вопросы Ну в общем Мы все рассказали Леруа Сказали всем спасибо Все здорово Дадим всем обратную связь И единственное Еще был последний вопрос Нам нужно было Сказать Кого из команды Мы возьмем И почему К себе на работу То есть Те у себя Та часть вот так Команда Скажем так Последняя Да Они должны были Кого-то одного Назвать Из всех И сказать Почему возьмут на работу Кого-то брали Потому что энергичный Кого-то Вот эту Которая в основном У них все докладывала Да Что она такая энергичная Все такое Постоянно там С инициативой Кого-то брали за опыт Кого-то брали еще за что-то У нас тоже Тут каждая Все в основном Сказали что возьмут Ту девушку Которая про геймификацию Впервые заикнулась Сказали потому что Вот у нее вроде Какие-то знания Такие интересные Что опыт Что она Что-то такое Чего другие не знают Вот А я В свою очередь Сказал Что возьму Там одну Девушку Я бы взял Управляющую сетью Кафе Или там Ресторанами Три ресторана Короче Она управляет Тремя ресторанами Я просто сказал Потому что Я вижу что Это человек Который В принципе Со мной На одной волне То есть Сейчас я уберу Тут все С которой мы В принципе На одной волне По которой я вижу Что она Как сказать Меня понимает Я ее понимаю И мне с таким человеком Просто комфортнее работать И когда ты работаешь С человеком С которым В одной системе Ценностей живешь И это видно Вы все делаете Быстрее И лучше То есть Не надо говорить Такому человеку Два раза Ему не нужно Тебе объяснять Два раза Чтоб ты понял Все сразу С полуслова И как бы Все дела делаются Чем тот С которым Ты постоянно Будешь бодаться Нафига Вот мне это надо Вот Единственное Вот тот Мужик Да Который управлял Несколькими сетками Вот Единственное Тот мужик Который Несколькими сетками Он единственный Сказал Что выбрал бы Сам себя Он все говорил Типа выбрал бы всех Но сказать Ну надо кого-то одного Я тоже сказал Что я бы многих выбрал Все сильные Вот Он нет Ну туда Тогда бы себя Потому что я тут Администрировал Я тут управлял В теме Вот Это конечно Меня немножко повеселило Ну ладно Себя так себя Эти сказали Что типа да Такой вариант Тоже возможен Нужно объяснить Почему Вот Ну и все В принципе Так После этого Представители Еруа Высказали свое То что В течение Двух рабочих дней Будет дана Обратная связь Сказали всем Большое спасибо Что очень так Было доброжелательно Все было здорово Все тоже Высказали Свою благодарность Что очень доброжелательная Такая атмосфера была Ну действительно Было не напряжно Было интересно Было Ну так довольно таки весело Вот Ну вот в принципе и все Такая вот Такое было собеседование Такая игра В течение двух рабочих дней Будет обратная связь И там уже видно Что и как и почему Я постараюсь задать побольше вопросов Чтобы понять Что и как и почему Что оценивалось Что важно Что не важно И опять же Я рассказываю свою Субъективную точку зрения С той стороны Будет их Субъективная точка зрения Вот так Ладно Давайте всем пока Конечно же Пишите свои комментарии Ставьте лайки Обязательно подписывайтесь На канал Ну и до скорых встреч Замечательные люди Субъективные люди